Я хочу коснуться именно проблем по развитию инфраструктуры, в наших районах. Особенно это касается сельской местности, где ситуация архи сложная. К вашему вниманию, господа, только 50,7% населенных пунктов Молдовы подключены к центральной системе водоснабжения. С большей долей риска для здоровья водой из колодцев пользуется 46,9% сельских домохозяйств. Например, в Сарухском районе к центральному водоснабжению подключены 14,560 домохозяйств, 11,919 в городе и 2,640 в шести селах. Наши граждане должны быть обеспечены качественной питьевой водой. Еще хуже ситуация обстоит с подключением населенных пунктов к центральной канализации. Это всего 7,6%, из них 95% городских и 2,8% сельских. Особенно сложная ситуация в следующих районах. Сорока, Дрокия, Фалешты, Гладень, Резина, Кантемир, Бесарабяска. Здесь ни одно село не подключено к общей канализации. Для меня это особенно чувствительная тема, так как в Сороках к канализации подключены 7,923 домохозяйства. Этот вопрос был бы решен со строительством очистных сооружений, но 30 лет проблема не находила своего решения. И вот, казалось бы, вопрос сдвинут с мертвой точки. Но благодаря тому, что президент политизировала этот вопрос, страдают простые люди. Необходимо больше доверять местным властям, решить, расширить полномочия и их возможности. Если мы коснемся вопроса газоснабжения, то скажу, что уровень газификации в Молдове довольно высок. Более 90% населенных пунктов в городах, а в городах он составляет 88,5%, в селах 31,5%. Однако существует проблема подключения к сетевому газу. Люди не могут оплатить эти расходы. Тут же и в этом вопрос, над чем есть поработать. Еще одна проблема у нас – это плохие дороги. Молдова по качеству дорог находится на 129 месте из 141 страны. Проблему с дорогами мы намерены решать первостепенно. За последние три года в рамках программы «Хорошие дороги» было отремонтировано более 2000 км дорог. Мы готовы продолжить эту работу. Особого внимания требуют местные дороги. В плачевном состоянии, в Кагуле, Унгенах – 90% дорог. В Единцах – 84% дорог. В Камрате – 70% дорог. А в Сороках – это 80% дорог. К примеру, дорога на атаки – это испытательный полигон для водителей и машин. Развивая местную инфраструктуру, мы обеспечим людям достойную жизнь. Я обозначила основные проблемы по развитию местной инфраструктуры. Наш блок готов решать эти вопросы, сотрудничая с местными властями, инвесторами, партнерами, исходя из национальных интересов нашей страны. Как мы намерены это делать, расскажет мой коллега Владимир Мазренко. Продолжение следует... Это да. Для уставной компании, для достаточного инфраструктура extreme. Продолжение следует... Noi pledăm pentru dezvoltarea fiecarei localități în parte, existente în Republica Moldova, astfel ca fiecare cetățean să dorească să trăiască confortabil în satul sau orașul său. Pentru aceasta, blocul comuniștilor și socialiștilor, care are cea mai profesionistă echipă, ce a demonstrat în timp că poate dezvolta proiecte sociale, proiecte mari de infrastructură, propune următoarele priorități. În primul rând, asigurarea cu apă potabilă de calitate în localități va crește de la 50,7% la 70% în anul 2025, iar în localitățile rurale va fi introdus treptat un sistem public de canalizare. Pentru a atinge acest scop, în baza propunerilor autorităților locale, va fi elaborată o foaie de parcurs de dezvoltare a unui sistem public de alimentare cu apă și canalizare. Pentru o realizare a acestui obiectiv foarte important pentru Republica Moldova, pentru această prioritate de realizare a proiectelor de alimentare cu apă și canalizare, în localitățile țării vor fi îndreptate circa 300, nu mai puțin de 300 de milioane de lei anual. Această sumă este suficientă ca până în 2025 să atingem această cotă de 70%. Până în 2025, toate școlile, grădinițele și instituțiile medico-sanitare vor fi obligatoriu conectate la sistemele publice de alimentare cu apă și canalizare. Pentru monitorizarea calității apei din fântâni în satele moldovenești, în toate localitățile vor fi instalați senzori de monitorizare a calității apei. Deja avem practicile țărilor din Occident, deja avem statistici și rezultate care arată o dinamică pozitivă și un progres în acest sens. Sigur că va continua și gazificarea localităților, cu accent pe conectarea la gazele naturale a satelor moldovenești. Familiile cu venituri mici vor primi subvenții inclusiv de la buget pentru a se conecta, pentru a conecta casele lor și apartamentele la gazele naturale. Drept urmare, în 2025, 60% de locuințe de la sate vor fi gazificate și 95% la oraș. Noi vrem să vă mulțumim mult pentru acest briefing și vă dorim o zi cât mai frumoasă în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc!